Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа Фобервик по второму каталогу плюс много новиночек третьего каталога. Итак, поехали! У меня здесь две коробки, давайте начнем с маленькой. Вместе с вами все будем открывать и смотреть. Практически все новинки третьего каталога были доступны VIP, но я брала не все, но очень многие. Конечно же, конечно же, в этой коробке новинок нет. Есть, есть. У нас с вами в третьем каталоге выходит БАД Бронха, классический БАД Фобервиковский линейка. Вот так он выглядит, Бронха. Здесь 60 таблеток, я так давно ждала на самом деле, безумно нравится чай Бронха, травяной сбор, но вот такого вот не хватало на самом деле, очень не хватало. Бронха форте, артикул 158-12. Состав масло льняное рафинированное, масляные экстракты листьев мать и мачехи, цветков тимьяна обыкновенного, корня имбиря, листьев эвкалипта плутовидного, семян черного тмина, антиокислитель, токоферол, оболочка желатин, вода дистиллированная, ну и все, консервант, калия, сорбат, все. Так, как нам надо пить? Взрослым по 2 капсулы в день запивая стаканом воды, то есть вне зависимости от приема пищи, я так понимаю. В принципе, детям, я думаю, Ксюшке, у меня как раз она начала кашлять, мы начали пить сбор травяной бронха, сейчас буду его мешать, вместе с иммунити пришел, мне наконец-то на нашем складе появился, и буду давать по одной капсулке в день вот этого вот сбора. То есть взрослым, по идее, здесь 60 капсул на месяц, да, вот так, но нам столько не нужно, да, мы во время болезней, ну как профилактика, я не знаю, конечно, тоже можно, все приходит зафольгировано, сейчас посмотрим, какая, я так и думала, что они будут масляные по типу витамины D3, видите, какие, такие вот крупные масляные капсулы, прям как, как D3, наверное, и как секреты Востока. Ну классно, супер, знаете, я прям вот, честно, очень давно ждала, поэтому будем пить. Здесь у меня как раз есть и секреты Востока, здесь тоже 60 капсул, мне очень нравится пропивать, почему-то вот именно в конце зимы, в начале весны вот этот БАД, или осенью, когда уже ранняя осень прошла, и вот когда не хватает энергии, когда не хватает энергии, организму бодрости какой-то, не знаю, вот мне нравится в эти моменты пропивать. Артикул 157.10, он, кстати, влияет на гормональный фон, он рекомендует вообще со специалистами консультироваться перед приемом. Взрослым по две капсулы в день запивая стакан воды, я пью натощак. Мне вот именно нравится, мне заходит пить натощак, то есть я всегда с утра выпиваю стакан воды большой, миллилитров 400, это как бы уже как отчинаш уже несколько лет. И вот когда есть секреты Востока, я пью секреты Востока натощак по две штучки, здесь как раз курс на месяц, тоже все зафольгировано. И прям вот знаете, наверное, день на второй, на третий я уже ощущаю вот эту вот бодрость, такие же вот, да, видите, такие же масляные капсулки. Ощущаю вот эту бодрость просто вот как-то хорошо, хорошее настроение, организм себя чувствует хорошо. Поэтому вот только так могу описать вам действия этого БАДа на мой лично организм, а так у всех, конечно, по-разному. Вот как раз сбор иммунити здесь вот в эту отдельную коробочку положили БАДы. Потрясающий просто сбор в периоды простуд, и когда только начинаете заболевать, прям очень круто работает. Я завариваю один пакетик бронх, один иммунити или два бронх, один иммунити, и вот так вот даю детям и сама пью. 157,70. Здесь у нас эхиноцея, чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай, березовые почки. Все, что доктор прописал. Здесь 20 пакетиков, фильтр пакетики, в которой мы завариваем, как обычный чай. И что хочу еще по этому сбору сказать, девчонки, он невероятно вкусный. Вот если бронха может быть кому-то противной, но это он не противный, гастро противный, мне лично. А бронха, он такой вот, ну, нейтральный, в принципе. То иммунити, он вкусный. Здесь вот земляника, листья земляники, они придают невероятный и аромат, и вкус. То есть его пить совершенно не противно, даже детям вкусно. У меня пьют и криз даю тоже, по чуть-чуть завариваю водичкой, разбавляю потом вместе с бронхой вот этот иммунити. С удовольствием пьют, ни разу никто не отказался. Поэтому это вдвойне замечательно. Так, и что у меня здесь еще? Антипаразитарный комплекс взяла девчонки, потому что эта вещь, на самом деле, тоже очень крутая, и периодически пропивать надо 157-63. По поводу того, что ощущает мой организм, выходит что-то или не выходит, знаю, будут такие вопросы, потому что уже были. Ничего не выходит, я ничего не вижу. Но и анализы я как бы не сдаю, но и не все анализы показывают, скажем так, у кого животные в доме, даже если они не выходят на улицу, у кошек, допустим, это в крови, они с этим рождаются. Нужно периодически глистогониться. Нужно периодически глистогонить всех домашних, и в том числе питомцев. Если затяжной каши у вас, у вашего ребенка, вот особенно у тех, кто там в садик ходит, в школу, обязательно обратите на это внимание, потому что вот именно глисты, причем в анализе они не высеваются, могут так себя вести. Да, они есть в любом организме, поэтому об этом ничего плохого не вижу, чтобы вслух об этом говорить. Так, у нас здесь по одной капсуле 3 раза в день. Во время еды продолжительность приема 2 недели. То есть вот как раз здесь 45 штук. Да, мы эту всю банку пропиваем, курс, потом делаем перерыв. Классная штука. Состав замечательный, поэтому пусть будет. Так, теперь у нас с вами вторая большая коробочка с новиночкой. У меня тут в отдельном пакетике еще одни штанишки. Пошу-чу немножко. Бурмальтиков. В прошлом заказе я вам показывала, почему я заказ отправила так рано, не дождалась новинок третьего каталога. Да, у меня получилось во втором каталоге два заказа. Потому что распродажа. Но она, слава богу, осталась. Потом опять через несколько дней появилась. И еще одни штанишки. У Крис цвет фуксии костюм я вам показывала. В Дзене, кстати, есть ролик, как он смотрится на квест и так далее. Кто на Дзен не подписан, ссылка всегда в инфобоксе, проходите. И взяла такого же 104 размера, штанишки розовые. Тоже из коллекции Бурмальтиков. 399 рублей, все счастье. 100% клопок. Смотрите, на втором шаге оформления заказа в разделе распродажа какой-то коллекции одежды. Третий список детской одежды. Там всего три списка. Первый, второй, вот в третьем детская одежда. Если что-то не понимаете, прям наставнику своему смело пишите. Он должен вас проконсультировать. Ну, как я имею в виду, найти распродажу. 104 тоже размер. Так, артикул 532-163. Но артикул вы сможете найти или не найти, потому что они в распродаже. Вот как выглядят штанишки. Тут бумажка все переложена. Мы с ней померили. Ей прям классно. Небольшой запасик есть. Очень качественная одежда. Девчонки мне потом писали отзывы, что прям и себе, и деткам, когда брали, два года минимум носят уже. И сноса нет, как вот появились. Они внизу. Такая резиночка. Резинка пришита на поясе. Шнурок действующий. То есть есть утяжка, есть карманчики. Красивый розовый цвет. Гонять летом во дворе. Пишут, что очень хорошо вот эта вот ткань отстирывается. Хлопок вот этот вот прям. Девочки писали. Я вам дублирую. Так, новиночки. Два полотенчика взяла. Вафельных. Стоя всего пойдут на подарки, потому что мне эта цветовая гамма под интерьер кухни не подходит. Но в подарочки вот так учителям, еще кому-нибудь там, воспитателям можно вложить. Это обычное вафельное полотенце. Просто, чтобы вы понимали, как оно выглядит. Значит, клетка у нас с вами. Размер 45 на 60. Сто процентный хлопок. 910-526. Артикуль. Вот, собственно говоря, как оно выглядит. Камера вам делает его немножко более синим. На самом деле это сиреневый цвет. Это сиреневый цвет. Да, а вам делает каким-то вот синим. Нет, это прям поиграться. Вот так поближе. Это прям сиреневый-сиреневый цвет. Вот такая вот клеточка. Тоненькая. Вижу, что тоненькое такое прям полотенчико. Достаточно тоненькое. Распечатывать не буду, потому что мне оно не надо. Не буду нарушать целостность упаковки. И лаванда. 910-525. Все то же самое. Тоже тоненькое. Они прям тонюсенькие. Но они очень мягкие. Что хочу сказать. Вот вафельные полотенца в Фаберлик. Они реально мягкие. Если вы их еще постираете перед использованием с кондиционером, то вообще... Я вафельные полотенца в принципе не люблю, но Фаберлик они действительно мягкие. Тут вот такие лавандовые веточки. Все нормально, все прекрасно. Так, у меня здесь большое количество. Не сильно, но большое. Упаковочек. Потому что скоро у нас 23 февраля. Скоро 8 марта. Подарочки в садик, в школу я всегда собираю. Так, смотрите. Вот такой большой пакет. 781-237. Вот такой красивый. Ни к чему не обязывающий. Как бы такой вот. Я такие беру, потому что много зимних сейчас пакетов еще осталось. Но уже зимние не хочется. Там на 8 марта, на 23 февраля. Три вот таких пакетика малышки. Сюда с легкостью влезает гель для душа, крем для рук, мыло. Все это сюда влезает. Средство для посуды, конечно, не влезет. А все остальное влезает. Артикул 781-234. Очень красивый. Тоже такие ни к чему не обязывающие. Ни зимний вроде, ни весенний. Красивый, лаконечный дизайн. Взяла. И мужской. Вот такой один взяла. Пригодится. 781-236. Сюда уже все влезает. И бытовая химия в такой размер влезает. И все, что душе вашей угодно. Так, едем дальше. Соль. Взяла 2 соли с Тора до Амора. 33-70 артикул. Кстати, такая тяжелая. Здесь целых 100 грамм на 2 раза точно хватит. Тоже, скорее всего, вложу в подарочки. Но, может быть, и Ксюшка у меня сейчас отожмет. Мне нравятся вот такие вот лимитки. Зимняя лимитка. Очень приятная соль. Достаточно приятная. Здесь у нас аметист с вами. Гельда душа мне по аромату очень понравился из этой серии. Поэтому вот соль взяла. Пусть будет. Все такое сиреневое. Уфоберлик. Так, давайте парфюм пока тестировать, что ли. У нас с вами выходит в третьем каталоге вот такой вот парфюм Кэнди Стори. Да. У нас уже три парфюма в этой линейке есть. Это бюджетные парфюмы, но они 30 по 30 миллилитров. Артикул 33-98. Посмотрите, как красиво они приходят завернуты. Вот вся линейка этих парфюмов. Фруйти Стори, Тропик Стори. Они приходят вот так. Я знаю девочек, которые просто обожают эту серию. Я могу вам смело сказать, что вот из этой линейки все три парфюма мне импонируют. Они не стойкие совершенно, они не стойкие, но они шлейфят. Они шлейфят, они реально шлейфят. Они оставляют с собой очень легкие, за собой приятный отголосок на одежде и на коже. Очень достойная вот эта линейка прям вообще. Так, Кэнди Стори. У нас здесь история с вами про что? Нашла. Слушайте, а почему тут только у нас три аромата? У нас же их было три. Один какой-то вывели. Вот он, Кэнди Стори. Или его вернули. Или он у нас уже был. Кто давно, напишите. Потому что я помню, что в этой линейке было три аромата. Сейчас здесь вот получается старенький фрукти Стори и коктейль Стори. Вот еще Тропик Стори были, да. Тропик Стори, но вот их на странице нету. У нас теперь Кэнди. Кэнди, у нас фруктовая карамель, роза, вишневый сироп. Может быть, сейчас под ласчеребует закос. Я вот, честно, я заказывала, я не читала описание. Ну, потому что бюджетная водичка, поэтому беру. Когда бюджетная, я все беру, но за тесты вам рассказываю. Когда не совсем бюджетно, я беру пробники. Поскорее разверните эту конфетку. Ощути сладость карамели из белого персика и спелой черешни. Восхитительная начинка из марципана с розовыми лепестками и яркое послевкусие вишневый сироп из нотовой ванили. Прикольно. Вот по описанию мне нравится. Мне и арванта по описанию нравилась. У нас здесь вот такие вот колпачки красивые. Я вам флакончик-то не показала. Смотрите, какой мимимишный, приятный. Так, и давайте пробовать. О! Это лас-черри, девочки. Кто любит лас-черри, это лас-черри. Это лас-черри прям вообще копия с капкейком на заднем фоне. Это не ваниль. Нет, но это ваниль. Ну, вот ваниль такая, знаете, в капкейках. В выпечке ваниль. Не просто ванильный отголосок, а прям отголосок очень гурманский. Это лас-черри, девочки. Кюра, это очень вкусно. Это безумно вкусно. Это безумно сладенько. Это вишня. Это прям вот вишня спелая с черешни. Ну, что я вам буду описывать? Кто не пробовал, вот пробуйте. Потому что они стоят копейки. А кто знает лас-черри, это оно. Это очень классно. Это очень вкусно. Это восхитительно. Сразу в нос бьют вишня с черешни. Они прям окутывают, обволакивают. Очень натуральный аромат. Очень. Нехимозный. Вот такой вот прям натуральный-натуральный. А потом немножко вишня с черешней угасают. И вот это вот гурманская ваниль. Гурманская ваниль. Как будто вот ванилька немножко смешанная с шоколадом. Вот такая вот немножечко. В выпечке она вот такая. В шоколадном кексике. Ой, какой он классный, девочки. Вообще не пожалела ни разу. Он потрясающий. Ну, кто не любит гурманские ароматы, да, когда в парфюме есть нотки еды. Вам не понравится. Но это прям ласт черри. Но здесь, если в ласт черри побольше вишни, вот ее побольше прям, то здесь она вот как-то пополам с вот этой вот ванильно-шоколадным кексом. Вот сейчас на себе, когда я ощущаю. Потому что в ласт черри мне прям вишня-вишня. Она постоянно вишня-вишня. Там есть отголоски гурманские тоже, но постоянно прям вишня. А здесь вот она как-то пополам. Очень вкусно. Мне безумно понравилось. Прямо стоит копейки, слушайте. Будет по каталогу цена 349 рублей. Поэтому со скидкой консультанта 200 с чем-то рублей вообще прям класс. Мне очень понравилось. Так, люблю, когда парфюмы радуют. Что взяла по ВИП-программе? Все как обычно. Это листовой порошок. То есть со скидкой 70% я могу брать два продукта. Я ВИП-консультант. Листовой порошок, который очень люблю. Мне безумно нравится формат. Безумно нравится, что он занимает мало места. Это 308-43 артикула. 20 штук. Когда стираю темное белье, рву пополам. Когда стираю светлое белье, мысли бегут вперед до языка. А когда есть пятна какие-то, то кладу целую пластину. Прекрасно отстирывает. Меня все устраивает. И, конечно, вот такой вот парфюм для стирки. Тоже взяла со скидкой 70%. Артикул 308-47. У меня уже мой закончился. Поэтому смело можно открывать. Добавляю его исключительно тогда, когда стираю постельное белье, полотенце и какие-то чехлы. Там от дивана. И все. Для одежды не добавляю. А так мне очень нравится. Вот диван периодически поправляю, потому что в чехол там забиваются крошки какие-то, еще что-то. Периодически так вытряхиваю, поправляю. И несмотря на то, что я его два месяца назад стирала, грубо говоря, я когда им шевелю, вытряхиваю, я слышу аромат парфюма Фаберли. То есть при движении действительно он слышится. Поэтому имеет место быть в доме, менять средства всегда. Дальше, девочки. Вот такая вот интересная новиночка у нас выходит в серии One Week Miracle. Это мгновенные маски. Мне кажется, мне кажется, что я уже такое пробовала от других брендов, причем это было очень дорого, насколько я помню. Выслали мне на обзор не раз, раза два точно. Это было очень дорого. Но там было и больше масок. Ну, больше, почему-то их 10. Здесь 7. Не сильно больше. Это прям было в районе тысяч пяти точно. Здесь цена вообще адекватная для такой линейки. И мне кажется, что это будет действовать вот по типу тех масочек. Хотя, не знаю, посмотрим. 7 дней преображения, 7 дней совершенства. Маска для лица. Она выходит в третьем каталоге. Здесь 7 штук и артикулы 0659. Эксклюзивный набор из 7 бифазных масок. В сердце каждый нежный крем с биоактивным верциамарином и цинтеллоазиатским, который способствует разглаживанию морщин, активирует регенерацию кожи на клеточном уровне, обеспечивает глубокое увлажнение. Внешняя оболочка маски плотный гель с экстрактом овса, граната и корня солодки. Это мощный антиоксидантный эффект, выравнивает рельеф, дарит сияние. 2-3 раза в неделю используйте или по мере необходимости. Каждая маска заключена в мини-капсулу. Нет, походу это не то, что я пробовала. Мы будем с вами обязательно в следующем ролике тестировать. Я вам все расскажу. Слушай, как же я пальпулясь в общем. Это невероятно. Так, давайте посмотрим вообще, откроем одно, что она из себя представляет и что вообще из себя не представляет. Ой, как же вас открыть-то, миленькие. Не там, чуть не порвала. Смотрите, как открывается. Оп, вот так крышечка. Красиво. Ой, господи, смотрите. Здесь плавает такая беленькая таблеточка. Я вообще не пойму. Способ применения. Откройте капсулу, смешайте текстуры между собой. То есть здесь гелевая текстура внутри капсулы. И еще беленький вот этот вот шарик. Он сейчас на данном этапе отдельно. Мы с вами открываем, смешиваем текстуры между собой. Я не знаю, как это будет удобно, насколько будет удобно это делать. Разберемся. Наносим очищенное лицо. Избегаем области вокруг глаз. Массируем до полного впитывания. Не смываем. О, как! Нет, это не то, что я думала. Это не смываемые маски. Ну, на ночь будем делать, конечно. Несмываемые маски. Массировать до полного впитывания. Слушайте, очень интересный формат. Да? Да. Так что в следующем ролике обязательно с вами потестим. Так, дальше у меня что? Дальше у меня средства галентинной гигиены. Всегда беру именно такое, не геля, а средство. 16-40 артикул. Практически нет никакой удушки. Деликатная. Не вызывает ни сухости, ни дискомфорта, ничего невероятно комфортное. Поэтому только оно. Так, и девочкам взяла пену, меняющую цвет из линейки Ума. Она у нас 3+, но крест свободный не купается. Все нормально. 28-82 артикул. Она сама по себе такая, как вот флакончик цветом, а когда смешивается с водой, становится вот такой вот синенькой, как вот эта ящерка. Едем дальше. У меня закончилась как раз сегодня, вот прям вовремя, сыворот кореноваж. Вы знаете, спасибо девочке, кто мне посоветовал. Я не помню, если честно. По-моему, этот комментарий был на Ютубе. Это прям моя любовь теперь, мой мастхэв. Невероятно крутая. 07-85 артикул. Мне так она нравится безумно. Она просто восхитительная. Она такая вот слегка мутноватая. С ней можно делать массаж гуаша, массаж любой. Она не моментально впитывается, но потом она впитывается, не оставляет за собой никакого жирного блеска. Абсолютно. Потому что моя кожа, она может быть жирной, может быть комби, но явно не сухая, да? Хотя уже возрастная. И вот тут прям у меня кожа ее съедает с таким удовольствием. И она такая, знаете, вроде как и масляная, но масляного следа нет. То есть пока массаж делаете, она, руки хорошо, и массажеры скользят по коже. Все нормально. Но когда она впитывается, масляного следа за собой абсолютно никакого не оставляет. Ни пленки, ничего, ни жирности. Вот все прям идеально. Кожа после нее такая упругая, такая красивая, мелкие мимически разглаживаются. У меня прям дичайший восторг, поэтому обожаю. Так, дальше поехали. У соседей кто-то будет. Новинки. Новинки. Мыло твердое. Тоже не себе, потому что я им не пользуюсь. Девочки, все три штуки. Новые, весенние, красивые, замечательные. Так, первое зеленое. Spring Beauty. Лимон. Блуссум. Лимонная, в общем, артикул. Ой, как напечатали. Нехорошо. 33,78. Смотрите, тут кусочки. Тут кусочки чего-то черненького. Не пойму даже, что это. И через упаковку, я знаю, что вот такие вот мыла, они фаберлик через упаковку даже пахнут. Очень приятный аромат. Не кислятины. Нет, все отлично. Какое-то приятное. Мне сейчас парфюм вообще все перебивает. Приятная очень одушка. Очень приятная. Не лимон. Ну, лимон, но с чем-то. Вот с чем-то. Ну, красота такая. Ну, подарить тоже вот, да, человеку хорошему. Ну, вообще супер. Дальше розовое. Пич. Пич. Блуссум. Ну, я не знаю, что это значит и что здесь должно быть. Что такое пич. 33,71 артикул. Ой, фруктики какие-то и цветочки. Очень приятная вот эта розовая. Прям очень-очень приятная. Прям класснючая вообще. Так, сиреневая. Лилак. Лилак лилия, да? 33,79. Сирень. Воскозановая лилия. Ну, вы представляете? Перевод есть. Ну, с бледным цветом напечатали. Цветок персика. Ну, точно. Здесь персик безумно нежный, безумно. Прям вот это самое класснючее пока. Кто-то мне сегодня девчонок писал, что сирень хотел. Давайте тестить сирень. Сирень 33,79. Ну, тоже, ну, безумно же красиво, правда? Очень. Сирень. Натуральная. Сирень, сирень. Сквозь упаковку даже я представляю, что будет, если снять вот эту пленку. Прям сирень, сирень. Долго останавливаться не буду, потому что у нас здесь еще есть гель для душа своего. Конечно же, мы их тоже перехухаем. Что-то оставлю себе, что девчонки выиграют, что-то на подарки. Три штуки. Весенние красотки. Начнем с желтенького. Жасмин. Оранжевый. Невероятно красивая упаковка. Вообще просто потрясающая. Жасмин. Артикул 33,76. Здесь больше не жасмин. Знаете, на что похожа душка? На средства универсальные для мытья полов, где цветущая липа. Здесь, ну, такая у меня ассоциация просто сразу. А здесь, нет, здесь есть жасмин, но больше зеленушечки. Свежескошенные травы, цветущие липы. Здесь нет яркого жасмина, прям вот как он пахнет. Густо. Нет. Очень естественный натуральный аромат, но не совсем жасмин. Не совсем жасмин. Вот эти гели-лимитки, они стали такие густые, невероятно. Смотрите, даже капля практически не перетекает. Очень густые, у них очень маленький расход. Гели потрясающие, кожу не сушат. Все отлично. Так, дальше у нас с вами камелия. Я почему-то думала, что гели для душа будут такими же. Бросаю, как всегда, все новинки, не глядя в заказ. Такие же, как и мыло. Нет, нет. Камелия. У камелии артикул 3375. А она похожа с муном. Она похожа с муном. Здесь тоже пахнет персиком. Мультифруктовым соком. Но без цитрусовых. А знаете, нет, цитрусовые есть грейпфрут. Сладкий, не горький грейпфрут. Мультифруктовый сок у меня почему-то. Вот цитрусовые. Грифрутик сладенький. Помело. И персичек там тоже. Персик с абрикосиком. Вкусно пахнет. Очень вкусно. Мрозовое. Невероятно вкусно. Такое же густое. Просто густючее. Невероятно. Так, дальше. Сиреневая фрезия. Артикул 3374. Вот я бы хотела, если честно, сирень гель для душа. Ну почему не сделали? Почему мыло такое гель таки? Нет, классно, конечно, разнообразие. А тут мне почему-то порошком пахнуло. Аромат свежести. Знаете, такой сиреневый аромат. Аромат кондиционера для белья. Сиреневого нашего Фоберлик. С чем он там, я забыла. Я его не очень люблю. Но здесь вкусно пахнет. Здесь все красиво, гармонично. Я просто не знаю, как пахнет фрезия, если честно. Цветочки. Фиалочки. Вкусненько. Тоже вкусно. Но вот если выбирать, то он у меня на третьем месте. А вот эти на первом. Пока даже не определилась, какой из них нравится больше. Так, что у нас с вами дальше? Достал каталог. В этих линейках еще есть шампуни. Бальзамы два в одном. В каждой из этих линейках есть кремы для рук. Я не стала брать, девчонки. Потому что мне это не надо, счастье. Но шампунем я знаю точно, я буду недовольна. Потому что, ну, тут все понятно. Цена копеечная. И обычно в этих лимитированных сериях мне совсем не нравятся шампуни. И кремов для рук у меня тоже полно. А вот дальше новиночки очень классные. В линейке «Глэм Тим» выходит увлажняющий плампер для губ. Плампер, девочки. Вы такой пробовали когда-нибудь? Я нет. Тройное увлажнение «Сквалан». Это очень круто. Гиалуроновая кислота, витамин Е. Зеркальный блеск и эффект объема. То есть у нас губки должны с вами опухнуть. Гладкие, мягкие, напитанные губы с первого нанесения. Плампер – это блеск, придающий губам заметный объем. Вот. Понятно? Так, давайте пробовать. Что это грудить-то? Я не знаю, мне надо стереть сначала. У меня губах помада. Все стерла. Артикул у него 465,02. Вообще мимимишная такая упаковочка. Прям вот. Видите, мимимишная. И внизу она прозрачная. То есть здесь даже видно кисточку. Он такой прозрачный. Мотноватый слегка. Давайте попробую. Этикеточку переклеим куда-нибудь. Я вам расскажу. Потом тоже как носится. Смотрите, какая крупная. Есть. Как носится на губах. Я вам все это расскажу в следующем ролике. Ванилькой что ли пахнет? У меня есть продукты похожие. Вот они пощипывают. Там действительно есть увеличение губ в размере. А так вы вот сейчас смотрите в процессе нанесения. Напишите потом. Он вообще такой плотный. Он густой такой. Прям густой-густой. Не сильно много. Вот видите, третий раз Макаева дает за один раз. Напишите, увеличились губы или нет. А я сейчас в процессе тогда по ощущениям вам еще расскажу. Ну так он липковатый, конечно. Волосы будут липнуть. Я вот не очень такие люблю текстуры. Но он имеет место быть. Мне кажется, он растекается слегка. Хотя нет, вроде не должен. Густой, сейчас посмотрим. Ой, пощипывает, мне кажется. Верхнюю губу что-то мне пощипывать началось. Чуть-чуть. Прям в одном. Прям еле-еле. Так, поехали дальше. У нас с вами перевыпуск туши Miss Curl. Конечно, взяла. Потому что очень этот продукт уважаем. Будем тестить. А вдруг тут вообще сейчас все супер будет. И я свою лореалевскую тушь выкину. Легендарный продукт в обновленном дизайне. Вообще тушь классная. Она у нас в своем последний раз была в таких лакончиках разноцветных. Коричневая в коричневом. Черная в черном. Помните такие вот немножко пузатенькие? Синяя была в синем. То есть три вида. Здесь пока только черная. Устойчивая текстура. Фиксирует изгиб на целый день. Действительно классная тушь, девчонки. Прям вот классная. Если не смогли себе подобрать фаберлик тушь, очень рекомендую. Где артикул-то? Прочих каталогий посмотреть. 56761. Давайте открывать. Да, немножечко. Вот почему-то только верхнюю губу у меня прям слегка пощипывает. Не, ну так прикольно. Глэм Тим линейка. Открываем. Таким блестящим она у нас с вами в дизайне теперь будет. Мне кажется, тушь Miss Curl перевыпускали уже миллион раз. Но она классная, она многим нравится. Убрать ее совсем не могут, но перевыпуск почему-то делают. Смотрите, серебристый колпачок и золотистый сам флакончик. Вообще у нее большой объем у этой туши. 8 миллилитров. Так, давайте пробовать. Она была, кстати, заклеена. И заклеена прозрачным таким вот скотчиком просто. И когда вскрываешь, она рвется. Ну, как бы вроде все то же самое. Вот такая вот кисточка изогнутая. Все то же самое в следующем видео с вами обязательно сделаем макияж. Она вот прям совсем мало туши выдает. Вот прям кисточка как будто чистая. На кончике вроде есть тушь. Вот на кончике, да, есть тушь. А на самой туши не вижу. Сейчас покажу. Как суховатая как будто. Смотрите. Сильно нажимаю. И вот видите. Вот так, наверное, проще. Вот этой причем пузатой стороной. Вот уже не рисует практически. Вот внутренней стороной. Как-то вот я люблю, когда много туши выходит. Как-то вот прям маловато как будто. Ну ладно, посмотрим. Будем красить с вами ресницы. Посмотрим. Густая. Тушь густая. Вот это 100%. Может быть на кисточке и побольше. Просто на руке так показывать. Что, мои хорошие, у нас с вами осталось? Все. Пощипывание легкое прошло. Вот на губы смотрите. Какой блеск, как он выглядит. Еще в следующем ролике при естественном освещении покажу вам. Вот он у нас с вами. Третий каталог с торванкой. Не могу переваривать этот аромат, честно. Но несколько девчонок уже мне в чате в телеграм написали, что понравился. Поэтому берите пробник. Или на пункте выдачи потестируйте. И уже потом заказывать. Потому что очень противоречивый аромат. Классный будет здесь подарочек для новичков. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую всем. Пока.